День в семье Лещовых начинается обычно с пяти утра. В это время здесь уже никто не спит. Каждый занят своим делом. Старших братьев Антона и Лешу можно застать за зарядкой или игрой в пинг-понг. Средняя Надя за любимым рисованием. А главная мамина помощница, 16-летняя Таня, наглаживает рубашки. Сама хозяйка дома вместе с младшими дочками тем временем на кухне. У них, кажется, самая ответственная миссия. Накормить завтраком нужно всю большую семью. Главным секретом – не блюдо, уюта. Мама Таня делится, не задумываясь. Ну, главное, конечно, любовь, взаимопонимание, поддержка. Ну, и потом, у меня трое приемных деток, трое своих. И, конечно, главный наш девиз – это мы вместе. То, что мы одна большая дружная семья. В День семьи и верности в привычный распорядок Лещовых вносятся коррективы. Сегодня они встречают важных гостей. Поздравить многодетную маму приехал Вениамин Кондратьев. За чашкой чая стираются все грани официальности. Беседуют уже как старые знакомые. Обсуждают планы на будущее, рассказывают сокровенные мечты, немного вспоминают прошлое. Четыре года назад Татьяна осталась вдовой. И детей сегодня воспитывает одна. Кондратьев не скрывает восхищения ее силой духа. Их семья без преувеличения – образец для подражания. Очень долго размышляли насчет тех семей, у которых много детей. Понятно, это сумасшедший груз ответственности. Сама жизнь диктует условия, вы их принимаете. Пять детей, шесть детей, семь детей. Я просто пытаюсь понять психологию. Это большая ответственность. Им надо дать этот стержень, внутренний стержень, чтобы они могли устоять перед этой жизнью, перед соблазнами, быть на самом деле настоящими людьми. Все наши дети запланированы. То есть вообще осознанный был шаг. Да. И, в общем-то, с мужем мы всегда жили ради детей. И пытались, очень много работали, на диване не лежали, не ждали от государства какой-то особой помощи. А пытались заработать сами. То есть вы сами делали детей счастливыми? Да. Вы сами собственным трудом, собственным желанием, энергией, заботой делали детей счастливыми. Приехал Вениамин Кондратьев и в те семьи, где гостей совсем не ждали. В станице Старомышастовской руководитель региона познакомился с Еленой Еременко, которая воспитывает пятерых детей. А в селе Красносельском с семьей Татьяны Михеевой, которая, как оказалось, даже и не слышала о сегодняшнем празднике. Да и не до него многодетной семье вовсе. Здесь озадаченный вопросом жилищным. В двух маленьких комнатах вместе с родителями ютятся шесть малышей. Скромная Надя, прячась за спины братьев, показывает, как поделили спальные места. Все-таки сложно понять, где сейчас кровать-то. Надь, может, прокомментируешь? Моя там. Вон там уголочки? Да. Так, а внизу? Внизу колено. Вверху слайно. Вместе с мужем Татьяна работает в поле. И на ремонт денег просто не хватает. Выходя из дома, Кондратьев справедливо замечает – семье надо помочь. Дальнейшая судьба Михеевых должна быть на жестком контроле у местных властей. В таких условиях они живут. Но это не значит, что это нормально и хорошо. Вы поработаете вопрос по возможности или ремонта этого жилья, но так, чтобы количество комнат увеличилось. Прошу взять подличный контроль. И в течение недели предложить пути решения так, чтобы они жили в нормальных человеческих условиях. Все. Есть. А вот Родионовы из Елизаветинской, одни святых Петра и Февронии не только знали. К подготовке этого праздника здесь подошли основательно. На столе сегодня торт. Его испекла мама Ольга вместе с дочерьми. С гордостью рассказывает – помощников по хозяйству хватает. Вместе с мужем они воспитывают восьмерых детей – трое родных и пять приемных. Но по секрету Вениамину Кондратьеву признаются – останавливаться на этом не собираются. Чувствуют, что сил, а главное – любви на всех хватит. Андрей заразил идеей. Мы еще не поженились. Он всем знакомым говорит, у нас будет 10 детей. Я такая думала, ну да, да, да. А сейчас для меня это реальность. Вот внутри я понимаю, что я без этого жить не могу. Вот оно приходило, оно рождалось. То есть каждый ребенок, он рождался. И внутри, эмоционально. Вот просто я понимаю, что мы счастливые люди. Очень такой гармоничной семьи, очень такой, знаете, патриархальной, хорошей, доброй семьи. Спасибо. Все свободное время Родионовы проводят всегда вместе. В этом доме нет места скандалам и большим обидам. А у родителей всегда есть время поиграть с маленькими и поговорить со старшими. Этот пример самой настоящей семьи – любви и верности, который, к слову, стал заразительным. Когда я уже вырасту, когда уже замуж выйду, я хочу много детей. Ну, я думаю, у меня трое детей точно будет. Вот там уже как Бог даст, как получится.